А вот у автомобилистов праздники далеко не всегда вызывают радость. Из-за закрытых дорог им приходится выбирать объезды и стоять в пробках. В ближайшие дни некоторые магистрали тоже будут на время перекрыты. Например, завтра вечером из-за подготовки к Дню Победы транспорт не сможет проехать по проспекту Ленина от поворота на Чапаево до Диктора Левитана. Движение будет закрыто с 20.30 до 22.00. 9 мая на время парада с 9 утра до часа дня перекроют уже весь проспект от Чапаева до Студеной горы. Автомобилистам рекомендуется объезжать этот участок по Пекинке или Разино, Дзержинского, Мира, Горького и Октябрьскому проспекту. При этом нужно иметь в виду, что в этот же день с 10.45 утра и до 12 дня улица Мира от Устина Лаби до Большой Нижегородской тоже будет закрыта. Там пройдет шествие ветеранов к мемориалу на Князь Владимирском кладбище. Кстати, в этом году на 9 мая городские власти обещают устроить владимирцам сюрприз. На улице можно будет увидеть настоящую боевую технику. Она пройдет по проспекту Ленина, а потом встанет на Соборной площади. Можно будет забраться и пофотографироваться. А закончится День Победы праздничным салютом на Соборке. Он продлится 4 минуты. А вот интерактивное табло на площади Победы, похоже, больше так и не заработает. Электронную книгу памяти с именами фронтовиков открыли 3 года назад. Но уже через несколько недель программное обеспечение вышло из строя. Замены ему так и не нашли. Поэтому теперь есть идея поставить там обычный экран, на котором будет демонстрироваться военная хроника, фото и имена владимирцев, погибших в войну.